Сегодня хотел бы затронуть такую тему, достаточно интересную, как приманки для аман-мышника. Тем более есть повод, немножко я тут закупился, к новому сезону. Приманки для меня новые, некоторые, кое-какие уже классика, о чем я останавливаюсь немного попозже. Приманки эти вот магазины рыболовный беспредел. Все ссылочки, все названия приманок я под видео оставлю, как обычно, там уже сами смотрите, кому информации не хватит. Заходите, глядите, выбирайте и тому подобное. Сразу хотелось бы сказать, что приманки это двух фирм. Это Лори Макс и Беркли. Некоторые приманки такие, например, как Мотыль от Беркли, который Макси, это уже классика. Я, наверное, даже много на нем останавливаться не буду. Лори Макс приманки для меня достаточно новые. Было что-то похожее, но посмотрим. И еще также взял таких вот червячков. Но таких вообще никогда не ловил. Об Беркли много говорить не будем. Просто покажем и расскажем. Ну, Лори Макс с этой фирмой я ни разу не сталкивался, ничего не ловил. Судил по первым ощущениям, что-то подобное я уже где-то видел. Походу, Лори Болова. Сейчас камеру переставим и более подробно разберем эти приманки. Кто-то на них, возможно, ловил. Но, как я уже сказал, для меня большинство этих приманок, кроме Мотыля от Беркли, новые. Я их даже еще сам не распечатал. Не видел, что они из себя представляют. Поэтому сейчас будем смотреть. Пожалуй, начнем достаточно интересное занятие. Разбираться и копаться зимой в своих коробочках и смотреть новые приманки. Еще раз напомню, что от магазина «Рыболонный беспредел». Начнем, пожалуй, с Лори Макса. То есть, взял две вот такие насадки. И, по первым ощущениям, они очень-очень похожи на насадки от «Рыболова Кемеровского». Первое – это мотыль. Вот такой, значит, написано, что здесь тысяча штук. Не знаю, тысяча, не тысяча, но такое ощущение, что они туда прям утрамбованы. Сейчас откроем и посмотрим. Ага. Так, вот такие вот они красненькие. В каком-то, не знаю, тут то ли аттрактант, то ли что. Да, да. Вот такой мотыль. Почему-то я думал, что он будет немножко потолще. То есть, он потоньше мотыля от «Беркли», который Макси. Ну, тем не менее, имеет такой специфический запах какой-то. Достаточно такой резиновый. Сразу объедать не буду, думаю. Как он покажет себя, это дело мы посмотрим. Ну, думаю, чтобы, если какой-то активный клёв будет, либо какие-нибудь уклейки по пескарям, чтобы такие крутые насадки не тратить, это будет, думаю, в самый раз. Ну, посмотрим, как он будет работать по карасику. Нет, ну, утрамбованно реально, прям битком, как специально оттрамбовали. Так, и вторая приманочка. Это у нас вот такие вот личиночки. Запах тоже такой специфический. То есть, это вот такая вот личинка с таким хвостиком. Тоже достаточно такая резиновая. Думаю, на мормышке должна сидеть хорошо. Народ видел ролики, вроде ловят на такие, вроде клюют. Ну, посмотрим, что получится у меня. Баночки их. Ну, здесь пишут, что 280 штук. Ну, думаю, наверное, так и есть, если не больше. Потому что, говорит, тоже такое ощущение, что там их трамбуют специально. Не так вот, как мотыли от Беркли, да? Вон там, ого, сколько. А здесь вот прямо трамбовали. Так, ладно, с этим разобрались. Ну, а теперь о Беркли. Что это за фирма, думаю, представлять не надо. То есть, это американская фирма, которая у нас занимается изготовление всевозможных там и товаров для рыбалки там, и у них. Ну, практически весь ассортимент. Там и для морской, и для пресноводной, и силикон, и блесны, и воблеры, и сумки, и лески, и нанофилы, и тому подобное. Начнем, пожалуй, с классики. То есть, это у нас мотыль. Пуэрбэйт мотыль Макси, который, думаю, этот всем знаком. Не знаю, вот, откроем, покажу. Вдруг кто-то не видел. Значит, представляет из себя вот таких вот личиночек. То есть, видите, да? Этот намного, скажем так, выглядит реалистичнее, чем мотыль от Луры Макса. Это уже классика. Долго останавливаться не будем на нем. То есть, я им ловлю уже года 4, наверное. И практически вся рыба, которая водится, начиная от уклейки, карася, заканчивая окунем и щукой, на эту приманку отзывается. Хотя, тут общаюсь с рыбаками там, в группах, на форумах и тому подобное. У некоторых почему-то не ловят. Ну, не знаю. Я вот, это вот, можно взять, там, 5 мормышек, вот эту вот баночку, спиннинг, и идти, и без рыбы вы реально не останетесь. Потому как, что в речке есть, то и клюнет. Карач хорошо отзывается, я уже не говорю там о всяких яйцах, пискарях, окунях и тому подобное. Следующий мотыль. Это мотыль у нас, вроде бы, мотыль, но хитрый мотыль. Это серия ГОП, АЛАЙФ, АЛАЙФ, то есть живой, да? Ну, вроде как, такого мотыля закидываешь, и рыба его не может вообще отличить от живого. Здесь есть маленькая хитрость. Когда начинал ловить, первые такие специализированные насадки для мормышинга, которые я приобрел, не там, исключая всевозможную нарезку, это были вот эти вот, такие вот две баночки. Этот отловил все хорошо. Этот мотыль, он находится в жидком аттрактанте. Вся продукция под, скажем так, КРИФОМ АЛАЙФ, она находится в жидком аттрактанте и должна там и находиться. В противном случае, она высыхает. Как-то так получилось, что баночку закрыл не до конца, и она у меня там, в сумочке, немножко вытекла. В результате, мотыль у меня превратился в такое подобие шерстяной нитки с проволочным эффектом. Так что, вот за этим нужно следить. Работал он, в принципе, так же, как и простой. Запах такой, скажем, специфический. Мотыль, если так судить, такой, по ощущениям, он такой более резиновый, не так тянется. Но, тем не менее, приманка рабочая. То есть, откусываете, сколько там себе надо, отрываете, цепляете на мормышечку и ловите. Но, не забываем, нашу баночку потом хорошо и плотно закрывать, чтобы этот аттрактант у вас не вылился. И тогда у вас будет все хорошо и все будет здорово. Следующее. Это вот такие вот мини-червячки. С этими засадками я не знаком абсолютно. Я их не открывал и я сейчас увижу в первый раз. Что же они из себя представляют? На них я ни разу не ловил. Значит, здесь серия ГУП. То есть, они без жидкого аттрактанта, но они круче, чем Powerbait простые. Ну, а это уже, как я уже говорил, АЛАЙФ, это они вроде как живые. То есть, закидываешь этого червяка туда и рыба его не отличает от нормального, а живые червяки там вообще стоят в сторонке и нервно курят. Начнем с этого. Запах тоже такой специфический. Червячки вот такие вот. Вот такой лентой они какой-то. Червячки они тут не знаю сколько сантиметров по три, наверное. Тоже такие достаточно резиновые. На крючке, думаю, будут держаться вообще отлично. И они вот в таком аттрактанте достаточно насыщенным, но не жидком. Думаю, можно на мормышку по пол червячка одевать, можно целого одевать, а можно пробовать его одевать как в стиле веки. Ну, то есть, по ощущениям так, как живой почти, но такой близкие такие ощущения. То есть, вот в этой ленточке сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. шесть червячков. Ну, и как они у нас будут работать, это мы с вами будем посмотреть. Запах тоже такой специфический. Желательно, конечно, хранить в закрытой таре, чтобы не уветрилось и тому подобное. Первым ощущением приманка достаточно интересная. На крючке должна держаться хорошо, так, по консистенции самого силикона. Ну, а как будет работать это уже будем смотреть летом. И последнее это Гул Палаев, тоже мини-червячки. Они немножко другого цвета, такие светленькие. И они у нас в жидком аттрактанте. Посмотрим, что это за звери. Запах реально пахнет червями. С такой кислинкой что ли. Эти у нас вот такие маленько беленькие. Их у нас тоже нет. Этих у нас по пять штук. Они немножко подлиннее. по консистенции тоже такие достаточно резиновые, достаточно такие. Не знаю, на крючке тоже в принципе должны хорошо держаться. Реально червями какими-то пахнет чем-то вот таким какими-то насекомыми. Ребется достаточно просто и получается у нас вот такой червячок. Так что вот будем пробовать такие интересные вещи. Думаю взял я их не зря. У самого уже руки чешутся. Проверить как же они будут работать. Вот такие насадочки. Вот магазин рыболовный беспредел. Вот такой получился ролик. такие приманки. Как они себя поведут в сезон это будем смотреть. Так что не забываем подписываться на канал. Лайки, дизлайки, комментарии. Все как обычно. Если кому-то что-то непонятно объяснил либо еще что-то такое. Задаем вопросы в комментариях с удовольствием отвечу. Ну на этом всем пока.